Всем добра и счастья, дорогие друзья! Меня зовут Стас, вы на канале Мистера Момент 1, а это продолжение прохождения классической готики. Первой готики, которая выходила в 2001 году. Играем со Steam Fix, без всяких модов. Играем не спеша, да, перерывы получается, но я думаю, что это с осени все уйдет в небытие, и у нас будут стабильные летсплеи. 1-2 в день, чтобы движуха шла, да, чтобы игры менялись, а то сколько можно? Когда один летсплей в неделю выходит, я думаю, мы с этой готикой будем год возиться, а не хотелось бы. Кстати, если ты смотришь, если тебе интересно, что... не то, что интересно, если тебе важно, что будет после готики, зайди в сообщество канала, там голосование есть, три игры я предложил. Это Зайчик, Ведьмак и Days Gone. Ведьмак 2, я имею в виду, да. Ведьмак 2, Days Gone и Зайчик. Вот, абсолютно разные игры, из разных жанров, так сказать. Поэтому, если что, зайди, проголосуй, я буду знать и буду отталкиваться от вашего мнения. Ну, а мы тем временем загружаемся. Да? Три девяточки, оп. Я не хочу в это ввязываться. Ага. Так, мы с вами закончили на том, что немножечко пообвыклить в новом лагере, поговорили с главарем и хотели пройти вот в эту арку и глянуть, что там происходит. Стой! Прежде чем я пропущу тебя, ты должен назвать пароль. У меня есть болотник. Хочешь? Почему бы и нет? Я дам тебе за него 10 кусков руды. Спроси остальных. Думаю, они тоже будут не против. Короче, меня туда не пускают, да? Ну и хер бы с ним, как говорится. Давайте поспим до утра, что ли? Че я в ночи буду лазить? Мне это неинтересно. Темно, ничего не видно. Давайте поспим. Ты хорошо выспился. Отлично. Ну, 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 ну. Хорош. Так, и что я вам тогда предлагаю? В принципе, с новым ладерем возиться не очень хочется. Тем более я Мардрага того убил. Это был мой билет для более детальных взаимодействий с этим ладерем. Но я его завалил, потому что я не знал, что он важен. Поэтому я предлагаю к шахте сбегать. Посмотреть там, есть ли какие-то квесты. И если нету, то мы сбегаем в лес. Почистим монстров. Немножечко подкачаемся. И пойдем выполнять сюжетку. Уже там, собственно. Кто попадется сайдхвест какой-то, да, предложит, будем выполнять. И нет, значит нет. Так что, такие планы у нас. Будем спидранить. Насколько это возможно, настолько и будем. Ну, с таким бегом, конечно, спидранить, да. По спидраним мы с вами. Очень-очень быстро. Я не знаю, сколько часов в игре. Ну, вроде как часов 30. Из них мы где-то десяточек уже прошли. Ну, я надеюсь, что мы где-то в треть осилили хотя бы. А там, там будет видно. Ну, и да. Если ты смотришь, напиши комментарий. Напиши комментарий. Любой. Любой комментарий напиши. Не важно. Потому что не хватает этого какого-то общения, которое на стримах было. Но стримы сейчас я вообще не могу никак вписать в свой образ жизни. Поэтому пока никак. Может быть на выходных получится. Может быть на бусте стримы получится. Буду проходить игры такие запретные, типа Эгони. Вот. Но они будут открытыми. То есть подписку не надо оформлять бесплатно. Платную не надо оформлять. Просто отслеживать нажмете. И будете спокойно иметь доступ к стриму. И смотреть не просто стримы, а стрим по каким-то играм, которые не хотелось бы стримить на ютубе. Может быть GTA взять там вот тоже на бусте. Я так думаю. Может GTA-шечку пятую. У меня вроде она есть купленная. Или ее раздавали когда-то. Не помню. Короче, есть. У меня точно GTA. И я сюжет вообще не трогал. Не проходил. С этим чувачком мы общались. С кем здесь еще можно поговорить. И вообще здесь есть какие-то тропинки адекватные. Воровать будем? Эй, ты! А! Что ты так орешь? Сука, как ты сквозь стену видишь? Ну, у них что, выхавшие ты? Это не честно. Вот в старом ладере я спокойно заходил. Ну, там адекватно было. То есть, если чел отвернутый и не смотрит, ну, на вход в дом, то никто тебе ничего не скажет. Тут, блин, они видят все. Ну, да, да, палит на меня. И что делать? Что делать? Что делать? Ничего. Ничего не поделать. Ладно, наемники, пускай они тут наемничают. Нам нужно же найти кого-то с именем. Не болванчика, не NPC. Ну, точнее... О, скребок. Привет! Мужик в иронию пошел. Хорошо. Что хорошего в этом лагере? Это зависит от человека. Одним не достанется ничего, кроме работы. Другие получат чертову уйму удовольствия. Да тебе философом стать бы, а, чел? Кого здесь можно считать важным человеком? Важным? Меня, конечно. Я думаю, ты хотел спросить, кто здесь главный. Я думаю, тебе стоит поговорить с наемниками или с ворами. Магов воды ты даже не увидишь. Суини большая задница. Но считает себя большой шишкой. На самом деле он просто раскладывает кирки и делает то, что ему прикажет О'Килл. Какой-то Суини нам нужен. Суини. Скребок. Наемник. Наемник. Скребок, скребок. О'Килл. О'Килл здесь главнее получается, да? Мы с ним пообщаемся. Скребок тоже О'К. Ну почему в старом ладере они назывались, типа, рудокопы, да? А здесь скребки. Что за погоняло? Что за жаргон? Эй, ты. Ты ведь не из моих людей. Ну да. Что ты здесь делаешь? Плюю на вас чертей. Я бы хотел немного оглядеться. Только запомни, здесь в лощине нам не нужны неприятности. Забудешь об этом и окажешься на полметра под землей быстрее, чем рассчитываешь. Ну да, ну да. Как тебя зовут? Я О'Килл. Здесь в лощине я главный. Я просто хотел заглянуть в шахту. А просто побродить по шахте. Похоже, ты действительно ни черта не понимаешь. Никто не попадет в шахту без моего разрешения. И запомни, сунешь без спроса свой нос в шахту или в караулку, ты покойник. Ну так мне можно зайти? Я тебя даже не знаю, почему я должен пропускать тебя в шахту. И вообще, проваливай, у меня есть дела. Интересно, какие. Чел, пчел. Ну в шахту я не зайду, там решетка мощная стоит такая прям. Непробивная. Наемник, так, хорошо. Вор. Вот он. Ну-ка, иди сюда, шестеренка ты, мелкая. Давай, 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 давай. Реагируй на меня. Ха-ха-ха, такой урод открою, такой. Э-э-э. Ха-ха-ха. Кто ты? Я лучший специалист-проходчик в этой чертовой колонии, мой мальчик. Только благодаря мне половина парней там, в шахте, не погибла под завалами. Они слишком глупы, чтобы знать, где не стоит размахивать киркой. Я хочу стать рудокопом. Не уверен, конечно. В самом деле, только не думай, что это такое уж теплое местечко. Три порции риса в день. Остальные плюсы тебе придется искать самому. Ты вообще знаешь, почему мы этим занимаемся? Мы делаем эту работу для того, чтобы однажды выйти на свободу. Вся добытая руда собирается в одну большую железную гору. Раз в месяц каждый из рабочих получает по 50 кусков, чтобы оттянуться по полной. Это основное, что тебе нужно знать. У тебя есть хоть какой-нибудь опыт в такого рода делах? Ну, допустим, нет. Нет. Разумеется, нет. Ну, почему всегда я? Ладно. Слушай внимательно. Ты берешь рабочую одежду и надеваешь ее. Прямо здесь. Без этого ты останешься калекой на всю жизнь. Если кусок породы свалится тебе, к примеру, на ногу. И пользы от тебя будет куда как меньше. Здесь где-то неподалеку валялась кирка. Правда, с ней ты много не наработаешь. Так что... Сколько руды вы уже собрали? Маги говорят, что нужно еще совсем немного. Сходи в новый лагерь и посмотри на железную гору. Так, хорошо. Кирка где-то здесь валялась, он сказал. Окей, я ее возьму. Но! А... Что делать-то? Так, дже. Кладбище орков. Понял. Что ты делаешь здесь, у входа в шахту? Я просто хотел побродить по лагерю. Но ты явно забрел не туда, потому что это вход в шахту. И тебя здесь быть не должно. Я просто хотел увидеть шахту. Я думаю, ты уже увидел, что шахта заперта. И смотреть здесь абсолютно не на что. Ой, душнивый. Значит, мы ничего не сможем сделать. А что мы должны делать? Минутку. Если ты попытаешься подкупить меня, то знай. Ты не на того напал, приятель. Нет, я никого не хочу подкупать. Я просто подумал. Думаю, мне лучше уйти. Что ты здесь шляешься? Вот что, приятель. Держись подальше от этой двери. Я лучше пойду. Рад, что мы понимаем друг друга. Короче, понятно. Ничего любопытного я здесь не найду. Поэтому погнали в лес. Погнали в лес. Постреляем. Лук, кстати, опробуем. Я вроде новый брал, еще из него не стрелял. Вот, немножечко подфармимся. Кстати, что там у нас по персонажу? 34, 280, 39 тысяч. Ну, в принципе, можно уровень взять. Лук бы докачать до 81. Ну, точнее, ловкость до 81. Это нужно как раз два уровня. Вот. И можно будет это. Перестать качать лук. Начать качать силу. Потому что, вроде как, я нашел на одном из форумов информацию, что если вкачать ловкость до 81, то каждая стрела будет попадать во врага вне зависимости от расстояния. Там, типа, какая-то формула есть. И, типа, ловкость влияет, будет попадание или нет. Учитывается еще и расстояние. Вот. И, типа, 81 докачиваешь, и все. И никаких проблем с этим не будет. Блин, ну, сам как-то делает два прыжка вот иногда. Как будто спотыкается и еще прыжочек делает. А иногда он делает такое, типа, знаешь, замедление. Типа, он пролетел, потом остановился и упал. А бывает, что он просто, типа, прыгает и, как бы, не замедляясь двигается. Вот, типа, блин, не так. Наверное, когда в горку забегаешь, вот. Видишь? Он просто ножками перебирает и спокойно залетает. Я не знаю, если честно. Может быть, на форуме, если найти информацию, как, типа, запустить здесь какие-то еще квесты. Получается, я здесь только два сделал. Это я воду разнес на рисовом поле и убил монстра, который полотину рушил. Все. Больше я не знаю, что здесь сделать. Вообще, без понятия. Ну, и как бы, фиг с ним. Сейчас, почему в лес пойдем? Потому что это, в принципе, по пути к кладбищу орков, к основной сюжетке. Я думаю, сейчас бы еще уровень качнуть. Еще ловкость вкинуть. И с луком уже мы сможем разманситься как-то с орками. Хотя они бьют больно, заразы. Очень больно. Денег у нас на валом. Там у нас, когда еще стримы были, там нафармили мы в старом ладере замки. Повскрывали, склады все опустошили. Там у нас вообще дофига всего. Еще дофига ценного, что можно продать. Так, а ты кто? Ярвис. Ладно. Эй, сзади! Ладно. Почему он говорит-то и сзади? Что это значит? Не знаю. Еще какой-то Гораций есть. У него, типа, нужно что-то ему сказать интересное, чтобы он у нас, типа, подучил. Но... Тоже у меня нет идеи. Головорез. Головорез. Кстати, здесь был какой-то чел. Мы его захерачили, и нам никто ничего не сказал. А вот Горацио. только в пять. Меня послал Левти. Я принес тебе воды. Спасибо, парень. Еще немного, и я бы начал пить из лужи. Я думал об этом. И что же? Придумал что-нибудь получше? Да, я хочу избавиться от Лорда и его головорезов. Хм. Ты будешь далеко не первым из тех, кто пытался сделать это. Я избавлюсь от Лорда и его головорезов. Конечно, если ты поможешь мне... Хорошо. Я поклялся, что никогда больше не нападу на человека. Но я никому не обещал не учить других, как правильно делать это. Я весь внимание. Если ты хочешь иметь сильный удар, ты должен знать, как это делается. Это первое, чему учат кузнеца. Учись вкладывать в удар всю руку. От плеча до запястья. Чем лучше у тебя это получается, тем сильнее удар. Я думаю, ты освоишь это довольно быстро. Спасибо за помощь. Используй это знание только по необходимости. И никак больше. Халявные просто. Халявные. Пять силы. И я квест еще выполнил. Кайф. Что поменялось, пока я там бродил, ходил по этому новому ладерю, я не понял. Но, ладно, хорошо, что мы это сделали. Пять силы. Это вообще замечательно. Лишними не будет. Крутяк. Я вообще не ожидал. У меня даже аж мурашечка пробежала. Типа, как кайфово получилось, само собой. Интересно, а если прокачаться, сюда прийти и всех вырезать? И попасть в запретные зоны, что будет? Наверное, нужно сильно прям прокачаться, чтобы туда зайти так. не получится, скорее всего. Сейчас бы еще вспомнить, куда идти. Тоже я и не помню куда. Здорово. Опыт 50. Сюда. Без проблем. Блин, я же вроде их всех зачищал. Цыпа, цыпа, цыпа. Опа. Ну, опыт лишним не будет. Это вы знаете. Это я тоже знаю. Это истина, это, как говорится, база. Это база. Нужно фармить опыт. Тем более, он здесь довольно ограниченный. То есть, если в современных открытых мирах можешь спокойно ходить, бродить, сайдквесты делать, они особо никак не связаны, то здесь опыт ограничен. Блин, еще мясо жарить. Это тоже такое задротство, блин. Че, че-нибудь есть? Ну, тут я, походу, был и все лутал. Потому что, где я не был, там монстров всегда больше. Ну, типа, они группами, там, по 3, по 4, по 5. Если по одному, значит, я там точно был. Ну, и мелочь какая-то здесь такая себе. Несерьезная. Так, а вот эта дорога куда ведет? Давайте исследовать. Типа, вот в эту шахту мы ходили, окей. А если сюда зайти? Там же, получается, с края от Нобла в лагере, то есть, за горой. И, по идее, не должны мы прийти опять туда. Хотя, может быть, все дороги здесь закольцованы? Кто его знает? Кто его знает? Я не знаю. А, ну, да, круто, кайф, ништяк, тупик, дорога просто идет и в тупик обрывается. Кайфарики. Найз. Найз. Давайте сохранимся на всякий случай. И еще такое ручное сохранение сделаю. единичку перезапишу. На всякий случай. Игра старая, со стабильностью могут быть проблемы, поэтому не хочется, дропить из-за того, что сейв слетел. Я всегда по возможности делаю, если можно так сделать, 2-3 ручных сейва. Потому, что это надо. А вот в этой пещерке я не был. Ну, там что, кротокрысы? Давайте зачистим, потом плутаем. Это даже не совсем пещера, просто проход подземный какой-то. Так, эликсир, пиво, кружка, тарелка валяется вроде как, блюдо. Ага. Это все денежки, это все инвестиции, ребят. Солнечник, уручий лист. Ну, я, кстати, заметил, что в готике очень много лута, вот много всяких растений, хилищих, много всего вообще, что тебе поможет. то есть, исследованием заниматься, ну, чуть-чуть, знаешь, так вот, чуть более активно, тебе вообще ничего не надо. У тебя всегда будут и деньги, и хилки, и вообще никаких проблем у тебя не будет. как тварюга. Бам, бам, бам. Опыт 90. Вспомнил, как стрелять на всякий случай. Может, здесь уровень набьем? Тогда бы я сейчас ходил бы к Диего, он бы меня качнул сразу. Было бы неплохо. О, еще пещера. А че она такая в смысле? Заброшенная пустая, да ладно? Делали объект и ничем его не запомнили? Может быть, квест потом будет какой-нибудь? Что-то мерцает. Буду сохраняться. так, шершни. Один. Ты че? Даже, даже не напрягся. Тут мы пробежали. Че-то мир-то оказывается здесь и маленький в первой гутике. мне че-то казалось, что он прям какой-то побольше. Походу, это было первое впечатление. Бля, текстура мерцает, мне аж страшно. Первое впечатление было, и оно, собственно, обманчиво. тоже пещера какая-то пустая. Зачем? блин, это как-то в ракурс не попал. Немножечко смещен вот в эту сторону. Ну да ладно. Главное лицо у меня помещается пока что еще в эпку. Так, вот эти твари мощные. Вот эти твари мощные, во-первых, надо сохраниться. Во-вторых, надо подхиляться. Ням. Еще раз сохраниться. Можно попробовать и звук их расстрелять, либо их вывести на челиков. Просто типа эти горхи. Опа, попал. Оп, есть. 200 опыта, это хорошо. Это очень хорошо, и в принципе они мрут. Единственная проблема, что они сука, группами стоят. Ну, лук имбах. Ну, я сейчас косарик просто взял, наварил. За один кусь. За пару кусь. Вообще, фигня. По сути, пять выстрелов. Давай, вытяни, вытяни, пожалуйста, вытяни. есть. Бля, я думал, сейчас перезагружаться придется. Нет, вытянул. Сейчас похаваем. Объедимся жареным мясом. Чё б нет. так, ну, каких-нибудь грибочков кинем, да? Отлично. Так, ну, в принципе, глорхов тянем. А глорхи, конечно, они на ступень пониже, чем орки, но в целом, в целом, где-то вот там рядом. Ещё с них сейчас всё и пособираем. Это тоже денежки. Я только не знаю, на что мне теперь тратить денежки. Типа, на следующем акте опять новый лук найти какой-то помощнее. Меч, булаву, там вот это всё. В целом, да, зовут Алл? Угу. Ну, неплохо. ещё какая-то долина здесь. Давайте сохранимся. Опа, какая-то вышечка. Вон. А тут чё? Гоблины. Ну, гоблины-то хуйня. О, попал. Есть. 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 Никаких проблем. 150 за этих гоблинов. Ну, хотя они вообще не особо внушительные. Ой. А у них здесь что, прямо это точка, что ли? Ебать, там тролль! я чё тут тролли-то не увидел? Их надо растянуть. Растянуть надо. Растянуть. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Сейчас мы этого тролля завалим. А подальше убежать. Похильд сохранится и мы развалим его. Мы его возьмём. Иди сюда, тварь. Оп. 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 Интересно, а сколько за тролля-то отвалит опыта? Было бы неплохо. Так, что у нас тут покушать есть? Покушаться, покушаться. Что нам можно покушаться? Какой-то Серафис. Давайте его пожрём. так, сохранились. Я думаю, как раз серию было бы неплохо закончить, что мы типа на живность поохотились. Типа вот его убить, вот тут поисследовать. Кстати, давайте заглянем, чтобы уже закрыть эту тему. А ты кто? А почему? За что? Ты кто, блядь? Почему ты ебашешь меня, главарез? Ты чё? Мразь. охренели. Это, наверное, как раз они из нового лагеря были, которые типа воровали. И, наверное, они следили за тем, что большой лук. Ещё возьмём. Следили, когда поставки были. Здесь вроде как видно отсюда. Там откуда-то скидывается. А, нихуя их тут целое-то. Нормально они тут устроились. Нормально. Так, хилочка. Я уже устал есть. Сколько можно есть? там, бедный безымянный уже жертвец должен стать, по идее. Сколько мы хаваем. Так, его тоже мы обыскиваем. Много чего любопытного. Отмычки, хилки, еда, стрелы, булава. Ну, неплохо. Что-то как-то, знаешь, они здесь в этом куске прям ну, концентрат сделали и гоблинов и троллей и тебе головорезов сделали. Ну, я думаю, мы их вырежем всех. Вопрос лишь, они будут сейчас разговаривать или тоже будут сейчас атаковать и все. И на этом как бы конец. Поэтому, наверное, надо сохраниться, попробовать с ними сначала пообщаться. Если нет, то извлекая их валить и все. вот здесь где-нибудь. Ага, понял. Понял. Квентин. Узнает. Наверное, я руиню здесь все это. Давайте шухилку. руиню квесты какие-нибудь? Ну, и хуя с ними. Мне опыт нужен. неución, кто-то mer ну чё-то не язычная вообще вообще язычная как раз на уровень замечательно сейчас ловкость кочнем так ну что ж давайте сначала покушаем никого не послушаем и все начнем собирать это же бы слить кому-нибудь но я даже не знаю кому бля у них здесь столько всего у каждого бля но есть не дай бог и кажется я сюжетку запарю со счетом за оружие было 35 крутой цепь у него и типа требования довольно низкие но у меня пока что лучше а здесь еще и пещера какая-то есть вот вот меня завлекает исследование то как а так ребята на с разговаривали если вдруг я что-то запорол и там будет так что сохранение либо нет либо очень далеко и сюжетка встанет я конечно попробую как-нибудь там может через щиты через еще что-то решить этот вопрос но если вдруг не получится это скорее всего будет дроп потому что просмотров любом случае на готике не очень много меня отношение к ней ну чуть-чуть теплая я бы не скажу что я прям супер и захвачен сейчас вот посмотрел познакомился как бы в адекватном возрасте и как бы можно на этом и закончить но конечно хотелось бы пройти здесь тоже пустая пещера по сундукам что-то есть да вроде нет ну тогда давайте вот как сделаем мы пойдем сейчас замочим тролля а вот пропустил чуть замочим тролля качнем ловкость и в старом ладере тогда это зависнем а следующей серии начнем с того что я пойду на сюжет орочи кладбище может быть конечно еще немножко в лесу поохотимся который по пути будет но во всяком случае если чё планы у нас есть но я надеюсь что сюжет никак не сломался никак не поломался потому что но это было бы абсурдно типа я во-первых спокойно смог потянуть их убить во вторых здесь спокойный доступ к ним был ну то есть блин это было бы не очень и себя заруинил тролля в принципе убить вообще не сложно будет самое интересное что даже особо и не видно а он не согрелся отлично отлично а у тебя согрелся давайте этого убьем бля а он даже не пробивается слушай он даже не пробивается у него чё там броня охуевшая а сколько у меня стрел я вообще могу его задолбить какая-то магия есть сон телекинез кулак ветра ну маг из меня конечно бля такой себя большой лук один а мне 2000 стрел в целом можно заморочиться конечно но страничка дневника свиток эликсир может тут подсказка будет как его завалить так страничка дневника где тут где-то в разному тут что ли страничка настолько истерта что буквы едва различима судя по всему автор был охотником на троллей день 169 я перепробовал все средства самая лучшая сталь не оставляет на тролле ни царапины а стрелы попросту отскатливает будто шкуру у него из камня но сегодня я сделаю это я уверен боги благоволят ко мне я использую магический свиток который купил в хоринсе он обошелся мне в 50 монет но как только я проверну это дельце расходы слегка окупится сегодня я убью тролля так а что у нас там за свиток он такой взял кулак ветра телекинес нет сон уничижение что такое уничтожение тысяча стоит очень дорогой свита кстати а типа его можно сделать меньше что ли ну-ка погоди-ка блин сейчас бы еще вспомнить пять пять не понял а как работать с этим свитком или я сам уменьшусь стоит маны пять может мне маны не хватает сколько у меня маны маны 7 из 7 нет у меня есть мана мне хватает исчезновение монстр и вот и и и и ну походу я у никак не потяну я не знаю как убить его за ним еще что-то интересное есть я не знаю давайте попробуем подолбить его может получится вот я попадаю по нему вообще урон нисколько не проходит а и и и и и и и и короче тролли нужен либо какое-то специальное оружие либо как-то разобраться с этим свитком но пока что пока что непонятно хочу посмотреть что он охраняет что за ним просто пробежимся узнаем есть там предметы или нет как там краса давайте попробуем про крас него если чего мы знаем где находится в любом случае мы как-то его убьем если чё это не проблема но и за ним вроде ничего нету и так вот смотрю учета вот какие-то бочки лежат но вроде хуйня какая-то ни о чем лебедка лебедка заела там кстати что то есть там еще вход в пещеру какой-то есть блять заинтриговали они меня этим троллем я думаю надо закончить сейчас тогда в пещеру забежим посмотрим чё там может там есть какая-то подсказка как его убить адский гриб адский гриб так хлеб какой-то но это типа его пещера он здесь наверное спит я так понял а хуй да не зайти понял ну на этом как бы с троллем все приключения у нас заканчиваются сделать еще что-то непонятно ладно значит придем попозже сюжет кто у нас еще есть еще работает самое главное возможно этот тролль тоже сюжетный типа оружие мне выдадут чтобы с ним побороться попадаться скорее всего так знаете что давайте на этом закончим я наверное сейчас пойду еще раз сольюсь с троллем чтобы превьюшечка была какая-нибудь сейчас адекватно попробую сделать вот загрузимся еще немножечко отбежим и я сохранюсь иди сюда цепа ко мне не вообще ноль нисколько не берет вот это хорош ну я думаю что они ничего не здесь можно найти загрузить 999 хорошо тогда получается план нас такое забегаем старый ладить сливаем что можно слить качаем ловкость и и собственно и убежим в лес качаться лес в лесу качаемся и потом уже на сюжетку уходим целом никаких проблем так три двойки удавайте мы сохранимся на три восьмерки и у тут давайте еще сейф быстро сделаем все давайте ребят на этом заканчивать в целом кстати неплохо получилось с исследованием поинтереснее все таки как-то выходит чем когда нужно со всеми и нпс общаться узнавать что здесь вообще происходит как там динамика хоть какая-то появляется неплохо всем большое спасибо за просмотр если было интересно обязательно поддерживайте данные летсплея лайком и канал подписка с включенным колокольчиком чтобы не пропускать новые прохождения не забывайте заглядывать в телеграм-канал группу вк а также на бусте если у вас есть возможность поддержать меня финансово за подписку 99 рублей с вами был мистер момент будьте здоровы смотрите только хорошие фильмы и играйте только в хорошие игры всем удачи и всем пока не забывайте